Хибинский рингетон. Маленькая страна с пламенем в сердце, мозаика. Это неполный перечень проектов, рассмотренных в Кировске и Апатитах на заседаниях экспертного совета конкурса «Проблемы города решаем вместе». Какие из них были одобрены, а какие отклонены или отправлены на доработку, сейчас расскажем. Шесть проектов в Кировске и два в Апатитах. Невысокая активность участников последнего заседания экспертного совета объясняется просто. Третий квартал совпал с порой отпусков. Тем не менее, жюри было что обсудить. Кинетический песок для детишек, но в основном все будет на бюджетной основе. То есть то, что вы сейчас просите, вот это Монтессори, это будет на бюджетной основе? Это будет на бюджетной основе. Эксперты совещаются по проекту «Айда-Я» ЦДТ Хибины, цель которого – создание центра для проведения игровых и развивающих занятий с детьми в микрорайонах Укис-Умчор. Денежные средства необходимы на приобретение дидактических Монтессори-материалов, объясняет Валерия Сусарова, координатор проекта. А это уже апатиты. Представители централизованной библиотечной сети защищают проект «Мозаика». Его суть в создании мультимедиа-мастерской для пробуждения у подростков интереса книги. Деньги нужны на ноутбуке и программное обеспечение. Дети все равно от компьютера никогда не откажутся, в любом случае. Но дома они смотрят что? В соцсети и просто блуждают в интернете. Мы же хотим показать им, как использовать компьютер, прежде всего, как инструмент, но через книгу, а именно путем создания буктрейлера. Буктрейлер – это видеоролик о книге. Вдумчиво, с чувством толком, расстановкой эксперты оценивали каждую конкурсную идею. В итоге в полном объеме поддержали оба апатитских проекта – библиотечную мозаику и сенсорный интерактивный киоск – гостиница «Аметист». И один – Кировский – издание рабочей тетради для младших школьников по изучению истории города – заявитель историко-краеведческий музей. Мы бы хотели видеть в первую очередь социально значимые проекты, которые охватывают как можно больше населения для участия в них. Это разные группы, это может быть и молодежь, могут быть и дети, и пожилое поколение. Главное, чтобы можно было как можно больше участников, и чтобы эти проекты не несли коммерческую основу, чтобы эти услуги оказывались бесплатно. Следующее заседание рабочей группы запланировано на декабрь. Эксперты предлагают организациям активнее участвовать в конкурсе «Проблемы города решаем вместе» и не забывать о социальной направленности защищаемых проектов.